Второе послание к фессалоникийцам, пятая глава. Прочитаем 23 стих. Вы откроете для себя, что самый большой враг христианина, не дьявол, а религия. Это самое плохое из всего неправильного, чему вас учили. Те вещи, о которых мы думали, что они происходят определенным образом, не происходили так. Все эти годы вы жили под тяжестью осуждения и чувства вины, сомневаясь, любит ли вас Бог или нет. Все эти годы вы жили в самоправедности, стараясь заработать благоприятную позицию перед Богом, и сомневаясь, любит Он вас или нет. Вот что я открыл для себя. Я ничего не могу сделать, чтобы заставить Бога перестать любить меня. Я ничего не могу сделать, чтобы заставить Бога любить меня меньше. Но угождение Ему... Это другая история. Да, есть мои дела, которые не угодны Богу, и есть те, что угодно Ему. Но все это не имеет никакого отношения к Его любви. Я люблю своих детей. Мои дети не могут сделать ничего, что заставит меня хотеть любить их больше. Они не могут сделать ничего, что заставит меня любить их меньше. Но могут быть вещи, которыми я буду недоволен, но это не значит, что я не люблю их. Могут быть такие вещи, которыми я очень доволен, но это никак не влияет на мою любовь. И я думаю, что мы, церковные люди, что-то напутали. На один аспект мы смотрим одним образом, в том, что касается любви Божьей, а на тот факт, что мы угождаем Богу, мы смотрим по-другому. Библия говорит, что есть дела, которыми мы можем угодить Богу. Хождение в вере угодно Господу, исполнение воли Божьей для вашей жизни угодно Господу, и хождение в великой благодати угодно Господу. Так что мы повторим эти моменты, пусть это войдет в ваш дух. Услышьте, что Дух Господень хочет сказать об этом. Пусть Он говорит к вам сегодня, пусть у вас будет жажда слышания от Господа. Первое послание к Фессалоники, сам 5 глава. Я это говорю уже в третий раз, верно? 23 стих. Давайте прочтем 23 и 24 стихи вместе. Готовы? Читаем. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душу и тело во всей целости да сохранит без пороков пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который сотворит сие. Вы заметили в 23 стихе? Бог мира осветил вас. Или буквально. Вот что говорится в 23 стихе в расширенном переводе. И пусть Сын Бога мира осветит вас целиком и полностью, отделит вас от нечестивых вещей, сделает вас чистыми и полностью посвященными Богу. И пусть ваш дух и душа и тело будут сохранены здоровыми и во всей полноте, и найдены непорочными в пришествии нашего Господа Иисуса Христа, Мессии. Верен тот, кто призывает вас к себе. И Он в высшей мере достоин доверия, и Он сделает это. Мы с вами говорили о том факте, что человек — духовное существо. Он обладает душой, он живет в физическом теле. Человек — трехчастное или трехсоставное существо. Человек есть дух, он обладает душой и живет в теле. Вы не тело, вы — духовное существо. Вы обладаете душой. Вы не душа, вы — духовное существо. Вы — духовное существо, вы обладаете душой, умом, волей, эмоциями, совестью, тем, что вы чувствуете, выбираете, обладаете. Вы обладаете душой. Вы живете в физическом теле. Скажите громко вместе со мной, «Я — духовное существо». «Я — духовное существо». «У меня есть душа». С этого самого момента у вас должно быть понимание. «Я — это дух». «Я — это не ваше тело». «Я — это ваш дух». Так что, когда вы говорите «Я», вы говорите «Я — дух, у меня есть душа». «Я — дух». Скажите еще раз. «Я — дух, у меня есть душа». «Я — дух, живущий в теле». Скажите это. Вы усваиваете эту концепцию. «Я — дух, я есть дух». «Я — дух, обладающий душой». «Я — дух, я живу в теле». Но «Я — не тело». «И я — не душа». «Я — душа». Когда нищий Лазарь умер, Библия говорит, что он был похоронен. Нищий был похоронен, и он поднял глаза свои. Глаза поднял духовный человек. «Дух вечен». Посмотрите Евангелие от Иоанна 4,24. От Иоанна 4,24. «Я — говорю о времени высвобождения. Я покажу вам, как действовать в божественном начале, а не в человеческом. О, вы не услышали, что я говорю. «Я покажу вам, как действовать в божественном начале, а не в человеческом». Евангелие от Иоанна 4,24. Вам необходимо посмотреть на все эти места Писания, потому что религия заставила ваш разум думать определенным образом. И вы увидите, что все это я не придумал. То есть я, проснувшись сегодня утром, не изобрел новую доктрину. Она все время была в Слове Божьем. Но мы не уделяли время тому, чтобы узнать, что говорит Слово. Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна 4,24. Прочтем 24 стих вместе. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Значит, согласно этому, «Бог есть кто?» В расширенном переводе говорится, «Бог есть Дух, духовное существо». Итак, «Бог есть Дух, Бог есть духовное существо». Теперь перейдем к книге Бытие, 2 главе, 7 стиху. Смотрите, 7 стих. Прочтем его вместе. Готовы? Читаем. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо Его, в ноздри Его, дыхание жизни и стал человек душою живою». В расширенном переводе говорится, «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо Его, в ноздри Его, дыхание или дух жизни и стал человек живым существом». В переводе «Комаш» в еврейской Библии говорится так. Человек стал еще одним говорящим духом, как и Бог. Вот какая здесь картина. Что Бог создал из праха земного? Дух, душу или тело? Из праха земного Он создал тело, потому что прах земной — это физическое вещество, правильно? Из праха земного Он создал тело, потому что прах земной — это физическое вещество, правильно? Итак, Он создал тело человека из праха земного, и в этом теле не было жизни. Душа присутствовала, но в ней не было жизни. Сущность или сердцевина живого существа — его дух. Бог взял частицу Себя и вложил в этот кусок плоти. Никогда не забывайте то, что я сказал. ДНК Бога была вложена в этот кусок плоти. Бог вдохнул, или, согласно еврейскому тексту, вложил дух жизни в этот кусок плоти. И вот что произошло. Человек стал, первое, живой душой, и затем в его тело вошла жизнь, потому что в него был вложен дух. Послушайте, то, что Бог вложил в человека, — вечно. То, что Бог вложил в человека, — бессмертно. В том, что Бог вложил в человека, не было ничего смертного. Адам был сотворен, чтобы жить вечно. Он был создан, чтобы никогда не умирать. Бессмертие — это результат того, что Бог вложил частицу Себя, дух в этот кусок плоти. Если говорить об этой иллюстрации, то это частица не стала. Знаете, я вам говорил, что мне все равно, сколько раз я это делал. Я буду делать это еще. Частица Бога не стала меньше Божьей после того, как была вложена в плоть. Вот лист бумаги. Если я разделяю его на три части, один отдам сюда, другой отдам сюда, третий отдам сюда, теперь смотрите, здесь это все так же бумага, здесь это все так же бумага, здесь это все та же бумага. От того, что она была разорвана, бумага не перестала быть бумагой. Когда Бог вдохнул в этот кусок плоти дыхания жизни, Он взял частицу Себя, как это называет Зоя, жизнь Божью. Бог взял частицу Себя, перенес ее в человека, и человек стал живой душой. Перестала ли частица Бога быть частицей Божьей после того, как была вложена в Адама? Нет, нет, не путайтесь. Это та же самая сущность, верно? То, что было вложено Богом в Адама, было Божьим. Поэтому Адам и был таким. Адаму не надо было надевать на себя одежду. Ему не надо было надевать куртку и носки. Почему? Он и так уже был одет в славу Божью. Он не был нагим. Он не был обнаженным. Он был нагим в смысле отсутствия одежды, но его нагота не была видна, потому что на нем была его естественная одежда, одежда, которая была дана ему вместе с Духом. Слава Божья! У всего, что Бог сотворил, есть своя природная одежда. Почему вы тогда думаете, что свое величайшее творение человека Бог создал без одежды? Нет. У человека была одежда, но он потерял ее. Человек был создан, брат Рик, чтобы жить вечно. Он никогда не должен был умирать. Это физическое тело было создано так гениально, что обладает способностью обновлять и восстанавливать себя. И даже сегодня врачи не понимают, почему мы умираем. Вы знаете, кто вы? Я показываю вам ваше происхождение, ваша сущность, ваш настоящий человек. Это скажите, кто это? Он обладает? Он живет в... Он живет в... Так что вы... Кто вы? Кто вы? Кто вы? Вы живете в чем? Так что это тело, ваш дом. Это ваше земное облачение для того, чтобы вы могли взаимодействовать с этим физическим миром. Надеюсь, что вы сейчас думаете о том, во что я верю. Посмотрите на свое происхождение. У вас есть родители. Это физическое тело, которое вы носите. Вы получили от своих родителей, и оно похоже на них. У вашего тела есть их подобие. Ваш дух произошел от вашего небесного Отца. Так почему вы не ожидаете, что то, что произошло от Него, будет на Него похоже? Сыны Божьи уже здесь. Незачем ждать явления сынов Божьих. А они сидят здесь сегодня вечером. А не прямо здесь сегодня. Смотрите, что я вам говорю. Посмотрите на свое происхождение. Посмотрите, откуда вы произошли. Кроме Бога, никто другой не мог бы сделать вас тем, кто вы есть. Вы дети Всевышнего Бога. По крайней мере, некоторые из вас. Кто-то скажет, «Ну, мы все дети Божьи». «Не, у некоторых из вас папа дьявол». Но когда вы получили рождение свыше, вы стали детьми Божьими в своем духе. Поэтому, когда человек умирает, он идет на небеса или в ад, потому что то, что вечно, убить невозможно. Сестра Кэрол. В Новом Завете люди нередко говорили об апостолах как о богах. Когда апостолы закончили эту необычную битву, люди сказали, «Боги в образе человеческом сошли к нам». После того, как Павла укусила змея, он не потерпел никакого вреда. Про него сказали, «Должно быть он Бог». Они видели среди народа Божьего великие и чудесные дела, потому что люди Божьи не подчинялись нормам того, что происходило на земле. Но религия воровала у вас ваше истинное тождество, и поэтому вы сосредоточены на своем человеческом начале, а не на божественном. Вы были сосредоточены на плотском и совсем не сосредоточены на частице Бога внутри вас, на своем истинном «я». И когда кто-то пытается сказать вам, кто вы, вы подвергаетесь испытанию и атаке. Что ж, я подвергался всевозможным испытаниям и всевозможным атакам, и вот я здесь, чтобы сказать вам, кто вы. Вы ведете себя как простые люди, но вы не просто люди. Вы больше, чем просто люди. Вы произошли от Бога, и благодаря Богу вы сейчас живете. А раз так, почему бы не начать изучать и выяснять, кто вы на самом деле, подобно тому, как вы, будучи сиротой, нашли документ о том, что вы никакой не сирота, и теперь вы не ведете себя как сирота, потому что знаете, кто вы. Вы слышите меня? Скажите еще раз, я духовное существо, я обладаю душой, я живу в физическом теле. В Евангелии от Иоанна 4 главе 24 стихе говорится, что Бог есть дух. В Бытие 2.7 сказано, что мы есть дух. Вы духовное существо. У вас есть душа, вы живете в теле. Вы не тело. Это не Крефлодоллар, это дом, в котором я живу. Настоящего меня вы еще не видели. Если вы попадете на небеса, вы встретите настоящего меня, а я настоящих вас. Аллилуйя! Сестра Кэрол сказала, лучше, когда тебя видят, чем когда на тебя смотрят, потому что когда на тебя только смотрят, это значит, что ты умер. Но вы смотрите только на дом. Вы никогда не умрете, а просто поменяйте адрес. Евангелие от Иоанна 3 глава. Евангелие от Иоанна 3 глава. Я над чем-то работаю, и я куда-то продвигаюсь. Хорошо. Кто из вас знает, кто вы? Вы обладаете чем? Вы живете в чем? Видите ли, основой всего должно быть понимание этого. Если у вас не будет этого понимания, то многое в Библии вы будете неправильно истолковывать. Некоторые вещи вам вообще не будут понятны из-за того, что вы не знаете, кто вы. Итак, Евангелие от Иоанна 3 глава, 6 стих. Давайте прочтем 6 стих вместе. Это говорит Иисус. Прочтем 6 стих. Готовы? Читаем. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Знаете, что он говорит? Плотское идет вместе с плотским, а духовное вместе с духовным. Аминь. Хорошо. Обратите внимание на то, что сказал Иисус в 6 главе. В 63 стихе. Откройте это место. Опять-таки, знаете, я не пытаюсь наскучить вам, но вам необходимо это показать. Выйдя отсюда сегодня, не говорите. Пастор Доллар говорит. Необходимо, чтобы выйдя отсюда, вы могли сказать, Библия говорит. Дьявол особенно попытается усыпить сейчас. А я постараюсь как можно больше и лучше помочь вам. Дух животворит. Плот не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Вы слышали, что сказал Иисус? Он сказал, что дух дает жизнь. Он сказал слова, которые говорю я вам, есть дух и жизнь. Возьмите Библию, поднесите ее прямо к лицу. Поднесите ее прямо к лицу. Смотрите прямо на нее и говорите, эта Библия есть дух. Эта Библия есть Слово всемогущего Бога. Она духовна. Слово Божье духовно. Вы есть духовное существо. Бог есть дух. И Он говорит, что духовное идет с духовным. Ваш дух, Слово Божье, и Бог взаимосвязаны, потому что духовное идет вместе с духовным. Вы не можете контактировать со своим духом через эмоции. Вы не можете контактировать со своим духом через свое физическое тело. Почему? Потому что оно не духовно. Духовное нельзя увидеть физическим зрением, и к духовной сфере нельзя прикоснуться через физические средства. Этого не может произойти, потому что духовное идет вместе с духовным. Так что единственный доступ, который у нас есть к Богу и к нашему духу, это через что? Через Слово Божье. У нас есть три духовные вещи. Единственное духовное, что у вас есть сейчас, это Слово Божье. Если вы хотите контактировать со своим духом, если вы хотите контактировать с Богом, и если вы хотите контактировать с духовным миром, вам необходимо делать это через использование Слова Божьего, потому что Слово Божье — духовно, а духовное идет вместе с духовным. Вы не можете контактировать со своим духом или с Богом через свое тело. Вы не можете контактировать со своим духом или с Богом через разум или душу, которые не пребывают в Слове. Так что независимо от того, что вы делаете физически Независимо от того, что вы делаете через свои ментальные способности Без слова вы не можете контактировать со своим Духом или с Богом Все согласны с этим? Вы согласны? Положите руки себе на плечи Вы чувствуете свои плечи Итак, в физическом мире вы можете чувствовать их Я могу прикоснуться к вашим плечам в физическом мире Если я скажу плохие и обидные слова, я могу прикоснуться к вашей душе Вы можете коснуться своего тела Я могу коснуться вашей души в физическом мире Но мое тело и моя душа не могут коснуться моего Духа Так что если вы хотите что-то узнать о своем Духе Вы не можете видеть его своими глазами Вы не можете чувствовать его своими эмоциями И если вы хотите знать о Боге то каков единственный доступ, единственный путь, с помощью которого вы сможете коснуться, воспринять или получить знания о своем Духе и о Боге? Через что это возможно? Итак, вот первый заговор дьявола. Удерживать людей от Слова Божьего. Пусть они ходят в церковь, пусть у них будут эмоциональные переживания, пусть бегают, прыгают, но только не получают Слова Божье. Пусть они кричат, пусть падают, пусть катаются, только не получают Слова Божьего. Даже пусть придут, как там называются эти люди в церкви сегодня? Наставники? Тренеры? Как их там называют? Пусть будут тренеры по жизни, только пусть не проповедуется Слова. Пусть придет наставник, пусть он говорит чудесные, позитивные вещи, только пусть не будет проповеди Слова, позитивные вещи, которых нет в Слове. И таким образом, вы ничего не будете знать о своем Духе, ничего не будете знать о Боге. Вам нравится приходить в церковь и слушать 15-минутное позитивное послание, но если оно не из Библии, то ничего духовного не произойдет, потому что духовным вас делает Слово Божье. Вы духовны не из-за того, как вы одеваетесь. Вы духовны не из-за того, как вы прыгаете. Вы духовны не из-за всего этого. Единственный источник духовности для вас — Дитя Божье. Это Слово Божье. Вы слышите меня? Откройте первую главу послания Иакова. Открыли? Хорошо. С 23 по 25 стих. «Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Хорошо, и снова апостол сравнивает Слово Божье с зеркалом, в котором вы видите свое физическое лицо. Вы встаете утром, смотрите в зеркало, и оно показывает вам отражение. Это не настоящий вы. Это отражение. Это не настоящий вы. Вы даже не можете дотронуться до себя. Вы даже не можете дотронуться до отражения. Это не настоящий вы. Это отражение. Это обратное отражение. Вы никогда не смотрели на себя глаза в глаза. Ваши глазные яблоки не вышли из глазниц, не развернулись и не посмотрели на вас глаза в глаза. Этого не произошло, правильно? Нет, вы смогли увидеть свое лицо только через отражение. Отражение, которому вы стали доверять. Отражение, согласно которому вы даже действуете. Женщины смотрят на это отражение. И если оно говорит добавить косметики, они добавляют. Если это отражение говорит поправить прическу, они поправляют прическу, вы доверяете отражению, верно? Писание говорит, что это Библия, подобно зеркалу. Это духовное зеркало, верно? Раз Библия подобна зеркалу, то подобно тому, как зеркало показывает вам ваше физическое лицо в отражении. Слово Божье — это духовное зеркало, которое покажет вам ваш дух в отражении. Так что все, что вы хотите знать о своем духе, которого вы не можете коснуться физически, с которым вы не можете контактировать через эмоции или душу, посмотрите в Слово Божье, и оно покажет вам, как выглядит ваш дух. Вот в чем религия ввела нас в заблуждение. Мы не знаем, как выглядит наш дух, поэтому религия показывает нам ложный образ нас, и это вовсе не мы. Я покажу вам, как вы выглядите, если вы сможете продержаться и не заснуть. Да, я знаю, что к этому времени вы засыпаете, я знаю. Я знаю, вот поэтому я и говорю вам прийти в церковь завтра, чтобы узнать больше. Когда вы смотрите в Библию, вы видите истинное отражение своего духа. Если вы рождены свыше и хотите узнать, как выглядит ваш дух, посмотрите в Слово Божье, и оно скажет вам, каков ваш дух. Сейчас я готовлюсь на этот раз без всякого компромисса. Я немного отвлекся тут, немного показал там, немного раскрыл тут. Но теперь мы соединяем все вместе. За весь вечер вы не услышали ничего, кроме того, что касается Слова. Кто из вас верит в то, что если вы посмотрите в это Слово, оно покажет вам истинное отражение вашего духа? Я скоро покажу вам истинное отражение вашего духа. Я верю, что вы с этим справитесь, но если нет... В общем, начнем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 6 стих. Я над чем-то работаю, и я куда-то продвигаюсь. Кто из вас знает, кто вы? Вы есть кто? Вы обладаете чем? Вы живете в чем? Видите ли, основой всего должно быть понимание этого. Если у вас не будет этого понимания, то многое в Библии вы будете неправильно истолковывать. Некоторые вещи вам вообще не будут понятны из-за того, что вы не знаете, кто вы. Итак, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 6 стих. Давайте прочтем 6 стих вместе. Это говорит Иисус. Готовы? Читаем. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Знаете, что он говорит? Плотское идет вместе с плотским, а духовное вместе с духовным. Аминь. Обратите внимание на то, что сказал Иисус в 6 главе, в 63 стихе. Откройте это место. Опять-таки, знаете, я не пытаюсь наскучить вам, но вам необходимо это показать. Выйди отсюда сегодня, не говорите. Пастор Доллар говорит. Необходимо, чтобы выйдя отсюда, вы могли сказать. Библия говорит. Дьявол особенно попытается усыпить сейчас, а я постараюсь как можно больше и лучше помочь вам. Стих 63. Читаем стих 63. Готовы? Читаем. Дух животворит, плот не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Вы слышали, что сказал Иисус? Он сказал, что дух дает жизнь. Он сказал слова, которые говорю я вам, есть дух и жизнь. Возьмите Библию, поднесите ее прямо к лицу. Поднесите ее прямо к лицу. Смотрите прямо на нее и говорите. Эта Библия есть дух. Эта Библия есть слово всемогущего Бога. Она духовна. Слово Божье, духовно. Вы есть духовное существо. Бог есть дух. И Он говорит, что духовное идет с духовным. Так что слово, ваш дух и Бог взаимосвязаны. Ваш дух и Бог взаимосвязаны. Потому что духовное идет вместе с духовным. Вы не можете контактировать со своим духом через эмоции. Вы не можете контактировать со своим духом через свое физическое тело. Почему? Потому что оно не духовно. Духовное нельзя увидеть физическим зрением. И к духовной сфере нельзя прикоснуться через физические средства. Этого не может произойти, потому что духовное идет вместе с духовным. Так что единственный доступ, который у нас есть к Богу и к нашему духу, это через что? Через Слово Божье. У нас есть три духовные вещи. Единственное духовное, что у вас есть сейчас, это Слово Божье. Если вы хотите контактировать со своим духом, если вы хотите контактировать с Богом, и если вы хотите контактировать с духовным миром, вам необходимо делать это через использование Слова Божьего. Потому что Слово Божье — духовно, а духовное идет вместе с духовным. Вы не можете контактировать со своим духом или с Богом через свое тело. Вы не можете контактировать со своим Духом или с Богом через разум или душу, которые не пребывают в Слове. Так что, независимо от того, что вы делаете физически, независимо от того, что вы делаете через свои ментальные способности, без Слова вы не можете контактировать со своим Духом или с Богом. Все согласны с этим? Положите руки себе на плечи. Вы чувствуете свои плечи. Я могу прикоснуться к вашим плечам в физическом мире. Если я скажу плохие и обидные слова, я могу прикоснуться к вашей Душе. Вы можете коснуться своего тела. Я могу коснуться вашей Души в физическом мире. Но мое тело и моя Душа не могут коснуться моего Духа. Так что, если вы хотите что-то узнать о своем Духе, вы не можете видеть его своими глазами, вы не можете чувствовать его своими эмоциями. Если вы хотите что-то узнать о своем Духе, и если вы хотите знать о Боге, то каков единственный доступ, единственный путь, с помощью которого вы сможете коснуться, воспринять или получить знания о своем Духе и о Боге? Через что это возможно? Итак, вот первый заговор дьявола. Удерживать людей от Слова Божьего. Удерживать от них Слово. Пусть они ходят в церковь, пусть у них будут эмоциональные переживания, пусть бегают, прыгают, но только не получают Слово Божье. Даже пусть придут. Как там называются эти люди в церкви сегодня? Наставники? Тренеры? Как их там называют? Пусть будут тренеры по жизни, только пусть не проповедуется Слово. Пусть придет наставник, пусть он говорит чудесные, позитивные вещи, только пусть не будет проповеди Слова, позитивные вещи, которых нет в Слове. И таким образом, вы ничего не будете знать о своем Духе, ничего не будете знать о Боге. Вам нравится приходить в церковь и слушать 15-минутное позитивное послание, но если оно не из Библии, то ничего духовного не произойдет. Потому что духовным вас делает Слово Божье. Вы духовны не из-за того, как вы одеваетесь. Вы духовны не из-за того, как вы прыгаете. Вы духовны не из-за всего этого. Единственный источник духовности для вас — Дитя Божье. Это Слово Божье. Вы слышите меня? Откройте первую главу послания Иакова. Открыли? Хорошо, с 23 по 25 стих. «Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Хорошо, и снова апостол сравнивает Слово Божье с зеркалом, в котором вы видите свое физическое лицо. Вы встаете утром, смотрите в зеркало, и оно показывает вам отражение. Это не настоящее вы, это отражение. Это не настоящее вы, это обратное отражение. Вы никогда не смотрели на себя глаза в глаза. Ваши глазные яблоки не вышли из глазниц, не развернулись и не посмотрели на вас глаза в глаза. Этого не произошло, правильно? Нет, вы смогли увидеть свое лицо только через отражение. Отражение. Отражение, которому вы стали доверять. Отражение, в которое вы стали верить. Отражение, согласно которому вы даже действуете. Женщины смотрят на это отражение, и если оно говорит добавить косметики, они добавляют. Если это отражение говорит поправить прическу, они поправляют прическу. Вы доверяете отражению, верно? Писание говорит, что это Библия, подобно зеркалу. Это духовное зеркало, верно? Раз Библия подобна зеркалу, то подобно тому, как зеркало показывает вам ваше физическое лицо в отражении. Слово Божье — это духовное зеркало, которое покажет вам ваш дух в отражении. Так что все, что вы хотите знать о своем духе, которого вы не можете коснуться физически, с которым вы не можете контактировать через эмоции или душу, посмотрите в Слово Божье, и оно покажет вам, как выглядит ваш дух. Вот в чем религия ввела нас в заблуждение. Мы не знаем, как выглядит наш дух, поэтому религия показывает нам ложный образ нас, и это вовсе не мы. Вы видите истинное отражение своего духа, особенно после того, как вы рождены свыше. Если вы рождены свыше и хотите узнать, как выглядит ваш дух, посмотрите в Слово Божье, и оно скажет вам, каков ваш дух. Понятно? Сейчас я готовлюсь на этот раз без всякого компромисса. Я немного отвлекся тут, немного показал там, немного раскрыл тут, но теперь мы соединяем все вместе. За весь вечер вы не услышали ничего, кроме того, что касается Слова. Кто из вас верит, что Слово духовно? Кто из вас верит в то, что если вы посмотрите в это Слово, оно покажет вам истинное отражение вашего духа? Я скоро покажу вам истинное отражение вашего духа. Я верю, что вы с этим справитесь, но если нет... В общем, начнем. Давайте начнем со второго послания Коринфянам, пятой главы. 17 стиха. Хорошо, с этого момента я буду читать где-то от 8 до 10 мест Писания, и все они будут показывать вам, кто вы есть. Давайте прочтем 17 стих вместе. Готовы? Читаем. Итак, кто во Христе? Тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Кто из вас во Христе? Что это значит? Это значит, что вы были рождены свыше, и позвольте мне задать вам вопрос. Когда вы были рождены свыше, какая часть вас была рождена свыше? Дух душа летела. Свыше был рожден ваш дух, верно? Ваша душа еще нуждается в том, чтобы над ней была проделана работа. Ваш дух был рожден свыше, верно? Каждый рожденный свыше верующий прошел полную внутреннюю трансформацию, согласно этому месту Писания. Ваш дух сейчас такой же совершенный и зрелый. Он в такой же полноте, как и сам Иисус. Вы не находитесь в процессе, в котором стараетесь что-то получить от Бога. Все, что когда-либо вам понадобится в вашей христианской жизни, уже во всей полноте есть в вашем духе. В день, когда вы получили рождение свыше, ваш дух был сделан совершенным и зрелым. В день, когда вы были рождены свыше, вы стали новым творением. Древнее прошло, теперь все новое. В день, когда вы получили рождение свыше, вы стали подобными Иисусу. Знаете, мне надо показать вам это. Ваш дух, ваша истинная сущность, подобная Иисусу. Мой дух, совершенный, зрелый, безупречный, и он запечатлен. Вы слышите меня? Хорошо, давайте продолжим. Ефесинам 1.3 Ефесинам 1.3 Боже, вам надо усвоить это. Возможно, кто-то умирает от рака, а вы можете появиться в жизни этого человека и все изменить. Я не знаю, каким будет состояние экономики этой страны, но если вы усвоите то, о чем я говорю сегодня, к вам не приблизится никакая беда. В этом году с людьми веры произойдут такие вещи, что они потрясут вас. Посмотрев на то, что происходит с вами, люди будут приходить к Иисусу. Поскольку я настроился учить вас этому, я буду говорить и о том, как это высвобождать. Есть что-то внутри вас, что должно быть высвобождено. Вы ходите беременными, внутри вас сила для совершения чудес, но вы не знаете комбинацию, чтобы увидеть ее проявление. Вы беременны изобилием, беременны освобождением, беременны... Вы работаете на кого-то, хотя успешный бизнес уже внутри вас. Вы беременны многим. И это ограничивается только вашей человеческой сущностью. Хорошо. Ефеси нам 1.3. По крайней мере, я заставил родившегося ребенка заплакать. Слава Богу! Давайте прочтем третий стих вместе. Готовы? Читаем. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Теперь мы во Христе. В день, когда вы получили рождение свыше, вы и Христос стали одним целым. Началось общение. Вы и Бог одно. Бог общается с вашим духом. Без Своего Слова Бог не может общаться с вашей душой. Не может общаться с вашим телом. Бог общается с вами через ваш дух. Скоро я покажу вам это. Вы и Бог одно. Вы и Бог одно. Вы, о котором я говорю, это ваш дух. Вы и Бог одно. Бог сказал, «Со дня, в которой ты родился свыше, я общаюсь с твоим духом, и я дал тебе все духовные благословения на небесах во Христе Иисусе». Мы с вами, рожденные свыше, уже имеем в нашем духе всякое духовное благословение, которое есть корень для всякого физического благословения. Гарантирую вам, за какое бы благословение вы ни молились, оно уже есть у вас. Вы не услышали, что я сказал. Оно уже есть внутри вас. То, о чем вы молились, уже у вас есть. Господь, сделай то, сделай это. Оно уже у вас есть. Иисус воссел по правую руку Бога Отца Всемогущего, пока все враги не будут положены в подножие ног Его. А вы думаете, что Бог занят на небесах тем, что пересказывает кому-то вашу молитвенную просьбу и поручает Ему ее исполнить? Он уже все сделал. Вы исцелены, вы избавлены, вы освобождены. Вы преуспеваете. Всякое духовное благословение, о котором вы молитесь, уже вложено в вас. И вы ходите беременным той самой силой, которая воскресила Иисуса из мертвых. Так что вам надо верить в это. Я не могу верить за вас. Все, что я могу делать, снова и снова проповедовать об этом. Я не могу верить за вас. Верить должны вы. Давайте прочитаем 12 стих. В нем говорится, «И как безмерное величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». В расширенном переводе говорится, «И чтобы вы могли знать и понимать, как неизмеримо и неограничено и превосходно величие силы Его в нас, верующих, которая и появляется в действии Его могущественной силы». Это в вас. Вся эта неизмеримая и неограниченная сила, она в вас. Он говорит о вас. О! Но Господь ведь... Нет, нет, Он говорит о вас. Посмотрите Ефесинам 3.16. Я даю вам то, о чем вам надо размышлять весь этот год. В этом году вы не будете проводить время в исповедании грехов. В этом году вы будете проводить время в исповедании своей праведности. Давайте убедимся в том, что вы это понимаете. Есть разница между исповеданием грехов и покаянием. Вам все еще надо покаяться. Да, что-то происходит. «О, Боже, я каюсь!» Но обратите внимание, вы сказали, «О, Боже, я каюсь!» Но остается вопрос, покаялись ли вы? Потому что покаяние — это изменение ума. Покаяние — это изменение ума, изменение сердца, изменение направления. Так что вы можете сказать, «Каюсь!» и при этом не покаяться. Точно так, как вы можете произнести молитву покаяния, но никогда не быть спасенным. Только то, что вы что-то сказали, еще не значит, что что-то произошло. Слишком многие люди думают, что они спасены. Они умрут и пойдут в ад, потому что никогда не были спасены. Библия говорит, «Принесите плод покаяния». То же самое относится и к спасению. У нас слишком много людей, которые пришли в церковь, произнесли молитву, но не живут согласно этой молитве. Я стараюсь выяснить, сколько у нас спасенных, потому что люди говорят, «Я спасен», но ничего не изменилось. В прошлое воскресенье я сказал то, что хочу сейчас исправить. Я сказал, что Дух Святой обличает вас в грехе. Это не так. Прочтите это местописание правильно. В 16 главе Евангелия от Иоанна говорится, что Дух Святой обличает мир в грехе, а верующих — о праведности. Дух Святой обличает вас о праведности. Если вы, будучи рожденным свыше, согрешите, появляется Дух Святой и обличает вас. Ты праведен. Не следует так поступать. Ты должен поступать, как Иисус. Тебе не следует так делать. Ты рожден свыше. Дух Святой приходит не для того, чтобы бить вас осуждением. Каждый раз, когда вы делаете что-то не то, Дух Святой приходит и обличает вас о праведности. Но религия говорит, что Дух Святой. Религия говорит, и я вам говорю. Но Дух Святой не обличает в грехе тех, кто рожден свыше. Бог уже разобрался с вашим грехом. Дух Святой старается убедить вас в том, что вы праведны. Не делай этого, потому что ты праведен. Не делай этого, потому что ты искуплен. Не делай этого, потому что ты избавлен. Не делай этого, потому что ты освящен. Он не тот, кто обвиняет братья. Вы не какой-то негодный пес. Посмотрите на себя. Вы сказали, что больше не будете этого делать, но сделали. Вы должны были умереть и пойти прямо в ад за то, что сделали это во второй раз. Но Дух Святой действует не так. Благодать Божья не только избавляет нас от греха и приводит в праведность, но также дает нам силу не грешить. Поскольку на моей жизни благодать, я избавлен от греха, потому что где изобилует грех, там преизобилует благодать. Грех пытается остановить благодать, но не может. А благодать может остановить грех. Я думал, что благодать — это незаслуженное благоволение, незаслуженная любовь. Но когда я стал изучать эту тему глубже, понимание Писания стало расширяться, и я увидел связь благодати с силой. Так что благодать — это способность. И когда Павел сказал, «У меня жало во плоти или головная боль», вот как это называлось. Он говорил не о болезни. Он говорит, «Это для меня головная боль. Это сатана. Он для вас головная боль». Возможно, у вас есть головная боль. У вас может быть жало в плоти. Порнография может быть для вас жалом в вашей плоти. Мама вашего ребенка может быть жалом в плоти. Но вот что говорит Библия. Благодати достаточно. Он даст вам силу. Понимаете, это не значит, теперь, когда у меня есть благодать, я буду продолжать грешить. Благодать значит, теперь, когда у меня есть благодать, мне прощены все грехи, и я могу делать то, чего не мог делать до того, как получил благодать. Теперь я могу преодолеть то, что раньше злило меня, преодолеть то, что заставляло меня курить травку, то, что заставляло ложиться в постель со всеми подряд. Все это я могу теперь победить, потому что его благодати достаточно. У меня есть выход. Но вы понимаете, о чем я говорю? Нам лгали. Религия лгала нам. Мне говорили, не проповедуйте это послание, потому что если вы будете проповедовать его, вы дадите своим людям лицензию на грех. Вы грешили и без лицензии. Чтобы грешить, никакая лицензия не нужна. Вот что делает благодать Божья. Она разбирается со всеми вашими грехами и теперь дает вам способность властвовать над грехом. Поэтому, когда изобилует грех, благодать может сделать больше, чем может сделать грех. Благодать остановит грех. Когда вы под осуждением, вы будете прятаться от Бога. Вы больше уже не ходите в церковь, потому что прячетесь от Бога. Я здесь не для того, чтобы принизить вас и посоветовать прятаться от Бога. Я здесь, чтобы сказать вам, чтобы вы не сделали в клубе, там и сям, по темным местам, чтобы вы не покурили, от чего бы не захмелели. Благодать лучше всего того, что вы попытаетесь с собой сделать. Придите и вкусите Иисуса. «Ой, но, брат, доллар, люди будут грешить». «Нет, не будут!» Когда вы примете благодать, благодать даст вам силу говорить греху. «Нет!» Вы уже не захотите грешить после того, как поймете, как сильно вас любит Бог, как много Он для вас сделал. Когда вы поймете, как Он умер за вас, пролил за вас свою кровь, поймете все, что Он сделал для вас. Вы не пойдете больше грешить. Не захотите огорчать Его, потому что, наконец, поймете, что значит Его смерть за вас. Господь, будь милостив, помоги мне вернуться к теме. Хорошо, Ефисинам 3,16. Готовы? Читаем. «Да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться, укрепиться в могуществе Духом Его во внутреннем человеке». Итак, кто укрепляет вас? Дух Святой, правильно? Прочтем еще раз. «Да даст вам крепко утвердиться, укрепиться в могуществе Духом Его во внутреннем человеке». Могущество — это способность действовать. Дух Божий дал вам способность действовать. Это способность делать все внутри вас. Прямо сейчас в вас есть способность делать все. Павел сказал, «Я могу делать все во Христе, который что? Укрепляет меня. Могуществом. У меня есть способность делать все». Теперь посмотрите Евангелие от Иоанна 1,16. Вот что происходит с вами в то время, когда вы должны читать Библию. Вы читаете так. Потом начинаете смотреть одним глазом, как некоторые люди засыпают в церкви, а потом делают вид, будто ничего не было. «Да, слава Господу». 16 стих. Прочтем стих 16. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Закон пришел через Моисея, но когда пришел Иисус, пришла и благодать. И обратите внимание, пришла истина. Так что у нас не может быть истины, пока мы не начнем говорить о благодати, потому что благодать и истина пришли тогда, когда пришел Иисус. А Он в вас во всей полноте. Послание к евреям 12.23. Ну ладно, дайте мне еще 15 минут, и вы пойдете. Видите ли, раньше люди, по крайней мере, делали вид, что им это интересно. «А, да, сэр, пастор, аллилуйя, спасибо, мы здесь!» Вы уже больше даже не делаете так. Вы сидите с таким видом «Хм-м-м!» Просто сидите с таким видом «Хм, давай уж, поспеши!» Давай быстрее заканчивай, проповедник. Если бы вы знали, как четко я вижу тех, кому не терпится уйти. Прочтем 23 стих. Прочтем 23 стих вместе. Готовы? Читаем. «К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Суде и всех Богу, и к Духам праведников, достигших совершенства». Обратите внимание на то, что произошло при вашем рождении свыше. Ваш дух был сделан каким? Первое послание Коринфянам 6.17. Не обращайте на нее внимания, она спит. Она смеется во сне. 17 стих, смотрите. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Так что в день, когда вы были рождены свыше, вы соединились с Богом, и теперь вы что? Один дух с Ним. Хорошо. Следующие четыре стиха крайне радикальные. Кто сможет выдержать? Кто сможет выдержать? Хорошо, посмотрим. «Послание к филиппицам 2.5». Смотрите, Ефесинам 3.16. «Я даю вам то, о чем вам надо размышлять весь этот год». В этом году вы не будете проводить время в исповедании грехов. В этом году вы будете проводить время в исповедании своей праведности. Давайте убедимся в том, что вы это понимаете. Есть разница между исповеданием грехов и покаянием. «Вам все еще надо покаяться». Да, что-то происходит. «О Боже, я каюсь». Но обратите внимание, вы сказали «О Боже, я каюсь». Но остается вопрос, покаялись ли вы? Потому что покаяние — это изменение ума. Покаяние — это изменение ума, изменение сердца, изменение направления. Так что вы можете сказать «Каюсь» и при этом не покаяться. Точно так, как вы можете произнести молитву покаяния, но никогда не быть спасенным. Только то, что вы что-то сказали, еще не значит, что что-то произошло. Слишком многие люди думают, что они спасены. Они умрут и пойдут в ад, потому что никогда не были спасены. Библия говорит «Принесите плод покаяния». То же самое относится и к спасению. У нас слишком много людей, которые пришли в церковь, произнесли молитву, но они живут согласно этой молитве. Я стараюсь выяснить, сколько у нас спасенных, потому что люди говорят «Я спасен», но ничего не изменилось. «В прошлое воскресенье я сказал то, что хочу сейчас исправить. Я сказал, что Дух Святой обличает вас в грехе». Это не так. Прочтите это местописание правильно. В 16 главе Евангелия от Иоанна говорится, что Дух Святой обличает мир в грехе, а верующих — о праведности. Дух Святой обличает вас о праведности. Если вы, будучи рожденным свыше, согрешите, появляется Дух Святой и обличает вас. Ты праведен. Не следует так поступать. Ты должен поступать, как Иисус. Тебе не следует так делать. Ты рожден свыше. Дух Святой приходит не для того, чтобы бить вас осуждением. Каждый раз, когда вы делаете что-то не то, Дух Святой приходит и обличает вас о праведности. Но религия говорит, что Дух Святой. Религия говорит, и я вам говорю. Но Дух Святой не обличает в грехе тех, кто рожден свыше. Бог уже разобрался с вашим грехом. Дух Святой старается убедить вас в том, что вы праведны. Не делай этого, потому что ты праведен. Не делай этого, потому что ты искуплен. Не делай этого, потому что ты избавлен. Не делай этого, потому что ты освящен. Он не тот, кто обвиняет братья. Вы не какой-то негодный пес. Посмотрите на себя. Вы сказали, что больше не будете этого делать, но сделали. Вы должны были умереть и пойти прямо в ад за то, что сделали это во второй раз. Но Дух Святой действует не так. Благодать Божья не только избавляет нас от греха и приводит в праведность, но также дает нам силу не грешить. Поскольку на моей жизни благодать, я избавлен от греха, потому что где изобилует грех, там преизобилует благодать. Грех пытается остановить благодать, но не может. А благодать может остановить грех. Я думал, что благодать — это незаслуженное благоволение, незаслуженная любовь. Но когда я стал изучать эту тему глубже, понимание Писания стало расширяться, и я увидел связь благодати с силой. Так что благодать — это способность. И когда Павел сказал, «У меня жало во плоти» или «головная боль», вот как это называлось, он говорил не о болезни. Он говорит, «Это для меня головная боль. Это сатана. Он для вас головная боль». Возможно, у вас есть головная боль. У вас может быть жало в плоти. Порнография может быть для вас жалом в вашей плоти. Мама вашего ребенка может быть жалом в плоти. Но вот что говорит Библия. Благодати достаточно. Он даст вам силу. Понимаете, это не значит, «Теперь, когда у меня есть благодать, я буду продолжать грешить». Благодать значит, «Теперь, когда у меня есть благодать, мне прощены все грехи, и я могу делать то, чего не мог делать до того, как получил благодать. Теперь я могу преодолеть то, что раньше злило меня, преодолеть то, что заставляло меня курить травку, то, что заставляло ложиться в постель со всеми подряд. Все это я могу теперь победить, потому что его благодати достаточно». У меня есть выход. Но вы понимаете, о чем я говорю? Нам лгали. Религия лгала нам. Мне говорили, «Не проповедуйте это послание, потому что если вы будете проповедовать его, вы дадите своим людям лицензию на грех». Вы грешили и без лицензии. Чтобы грешить, никакая лицензия не нужна. Вот что делает благодать Божья. Она разбирается со всеми вашими грехами и теперь дает вам способность властвовать над грехом. Поэтому, когда изобилует грех, благодать может сделать больше, чем может сделать грех. Благодать остановит грех. Когда вы под осуждением, вы будете прятаться от Бога. Вы больше уже не ходите в церковь, потому что прячетесь от Бога. «Я здесь не для того, чтобы принизить вас и посоветовать прятаться от Бога. Я здесь, чтобы сказать вам, что бы вы ни сделали в клубе, там и сям, по темным местам, что бы вы ни покурили, отчего бы ни захмелели. Благодать лучше всего того, что вы попытаетесь с собой сделать. Придите и вкусите Иисуса». «Ой, но, брат, доллар, люди будут грешить». «Нет, не будут!» «Когда вы примете благодать, благодать даст вам силу говорить греху». Нет, вы уже не захотите грешить после того, как поймете, как сильно вас любит Бог, как много Он для вас сделал. Когда вы поймете, как Он умер за вас, пролил за вас свою кровь, поймете все, что Он сделал для вас. Вы не пойдете больше грешить, не захотите огорчать Его, потому что, наконец, поймете, что значит Его смерть за вас. Господь, будь милостив, помоги мне вернуться к теме. Хорошо, Ефисинам 3,16. Готовы? Читаем. «Да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться, укрепиться в могуществе Духом Его во внутреннем человеке». Итак, кто укрепляет вас? Дух Святой, правильно? Прочтем еще раз. «Да даст вам крепко утвердиться, укрепиться в могуществе Духом Его во внутреннем человеке». Могущество — это способность действовать. Дух Божий дал вам способность действовать. Это способность делать все внутри вас. Прямо сейчас в вас есть способность делать все. Павел сказал, «Я могу делать все во Христе, который что? Укрепляет меня. Могуществом. У меня есть способность делать все». Теперь посмотрите Евангелие от Иоанна 1,16. Вот что происходит с вами в то время, когда вы должны читать Библию. вы читаете так. Потом начинаете смотреть одним глазом, как некоторые люди засыпают в церкви, а потом делают вид, будто ничего не было. Да, слава Господу. 16-й стих. Прочтем стих 16. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Закон пришел через Моисея, но когда пришел Иисус, пришла и благодать. И обратите внимание, пришла истина. Так что у нас не может быть истины, пока мы не начнем говорить о благодати, потому что благодать и истина пришли тогда, когда пришел Иисус. А Он в вас во всей полноте. Послание к евреям 12.23. Видите ли, раньше люди, по крайней мере, делали вид, что им это интересно. «А, да, сэр, пастор! Аллилуйя, спасибо, мы здесь!» Вы уже больше даже не делаете так. Вы сидите с таким видом «Угу». Давай быстрее заканчивай, проповедник. Прочтем 23 стих вместе. Готовы? Читаем. «К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к суде и всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Обратите внимание на то, что произошло при вашем рождении свыше. Ваш дух был сделан каким? Первое послание Коринфянам 6.17. Первое послание Коринфянам 6.17. Не обращайте на нее внимания, она спит. Она смеется во сне. Семнадцатый стих, смотрите. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Так что в день, когда вы были рождены свыше, вы соединились с Богом, и теперь вы что? Один дух с Ним. Хорошо. Следующие четыре стиха крайне радикальные. Кто сможет выдержать? Кто сможет выдержать? Послание к филиппицам 2.5. Послание к филиппицам 2.5. Тут я говорю, внимание. Ну и ну. Филиппицам 2.5. Хорошо, вот оно. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Так что все, о чем мы прочтем, Писание говорит, «это должно быть в вас». Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Пусть эти чувствования будут в вас. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став как человек. Пусть эти чувствования будут в вас. Вот что тут сказано. Иисус говорит, «Пусть те чувствования, которые во мне, будут в вас». И вот что это за чувствования. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Вы слышали, что Он только что сказал? Он говорит, что вам надо начать думать так. Нет ничего плохого в том, чтобы видеть себя равным Богу. О, вы еще не там. Некоторые из вас испугались. Что? Что? Это сказал не я. Давайте прочтем еще раз. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Хорошо. Вот в чем дело. У вас возникают проблемы в том, чтобы думать, что Иисус равен Богу? Нет. Хорошо. Откройте первое послание Иоанна 4 главу 17 стих. У вас нет проблем, когда я говорю, что Иисус равен Богу? Первое, Иоанна 4, 17. Прочтите 17 стих вместе со мной. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что как Он, так и мы в этом мире». Как Иисус, так и мы в этом мире. Как Он, так и мы. Ну, а Он равен Богу. Как Он, так и мы. Как Он, так и мы. Как Он, так и мы. Я подобен Иисусу. Я подобен Иисусу. Сейчас вдруг это становится для вас немного яснее. Я как Иисус. Но Он, Иисус, был Богом, и Он был человеком. Он был полностью Богом. Он был полностью человеком. Бог в облике человека. Это был Бог в облике человека. И когда Бог вдохнул Своё дыхание в вашу плоть, стала ли частица Божия меньше, когда вошла в ваш земной костюм? Ведите свою внутреннюю борьбу. У вас сейчас внутренняя борьба, потому что вы сосредоточились на своём человеческом начале и полностью игнорировали своё божественное начало. Хорошо. Я пойду немного глубже. Я покажу вам, что Иисус сказал о вашем божественном начале. О! Евангелие от Иоанна, 10 глава. 33 стих. Ого! Что вы будете делать в этом году? Какие вещи вы сможете делать в этом году? 33 стих. Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». И Иисус отвечал им, «Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги». Обратите внимание, боги с маленькой буквы «б». Я не говорю, что вы бог, вы не бог. Я не настолько глуп. Я не говорю, что вы бог, но я говорю, что вы боги с маленькой буквы. Потому что маленькая «б» боги произошло от большого «б». Бог. Хорошо, теперь смотрите. «Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги, если он назвал богами тех, маленькая «б», которым было слово Божье, большое «б», и не может нарушиться Писание. О, вы слышали, что он только что сказал? «Тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, «Богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий». То же самое и сейчас. Немало людей скажут, что богохульствуют, говоря, что я Сын Божий. Я Бог с маленькой буквы. Но вы ведь человек? Да, но в этом человеке живет Бог. Как вы думаете, для чего пришел Иисус? Он пришел для того, чтобы показать вам ваше тождество. Бог облегся в физическое тело и ходил по земле, чтобы показать человеку, что Он может сделать, если начнет обращать внимание на Божественную часть в себе. Откройте 81-й Псалом. Посмотрим, откуда произошли эти слова. Иисус цитировал 81-й Псалом. Смотрите, что изначально говорится в 81-м Псалме. Скажите мне. Если вы там, скажите «Аминь». Первый стих. «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд». С маленькой буквы «Б». С маленькой буквы. Повернитесь к соседу и скажите, «Как дела, Бог, с маленькой буквы?» От собак рождаются собаки. От коров — коровы. От рыб — рыбы. От плоти рождается плоть. От Бога рождаются боги. Доколе вы будете судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым в селах. Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего и сторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят. Все основания земли колеблются. Я сказал, «Вы боги, и сыны Всевышнего, все вы». Подобно, как Иисус сказал, «Я Бог», поскольку Он — Сын Божий, тут сказано, «Вы боги, потому что вы — Сыны Всевышнего». Но поскольку вы в это не верите, вы умрете как человек и падете, как всякий из князей. «Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы». В этом году я не буду жить как обычный человек. «Что бы ни случилось на земле, не случится с людьми, которые знают, кто они есть, я не стану жертвой экономического упадка. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю, падут подли тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится, ибо ты сказал, «Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». Но вы не принимаете этого. Вы даже не принимаете, кто вы есть. Вас больше удовлетворяет поведение сироты, когда вы стараетесь получить от Бога то, что Он уже вам дал. Небеса смотрят на вас, как на сумасшедших. Вы чего-то просите, а оно уже у вас есть. Вы сидите рядом с колодцем, просите воды. Вы молитесь об исцелении, в то время как носите исцеляющую силу в себе. Вы просите работу, а у вас есть бизнес-план на миллион долларов, благодаря мудрости, пребывающей в вас. И что вы скажете Богу, когда увидите Его? «Как вы объясните?» Он отдал ради вас Своего Сына. Вложил в вас все необходимое для жизни и благочестия. А у вас хватило нахальства явиться перед Его престолом надломленным, больным, побитым, разочарованным, подавленным. И это в то время, как Он вложил в вас самого Себя? «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, Зоя, и имели с избытком». Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И все это потому, что вы смотрите на себя так же, как смотрят на себя все другие. И когда вы приходите в Дом Божий, это убежище, где вы можете открыть для себя свое тождество и жить среди людей, служить им, любить их, помогать им, потому что у вас есть то, что есть у них, но не все достигли того состояния, чтобы признать и родиться в этом. И вы ведете себя, как большинство. Вы так же терпите неудачи, так же разводитесь. Религия свергла вас с престола и сделала обычными людьми. И нет никакой очевидной разницы между вами и неспасенными, потому что вы продолжаете отвергать божественное начало в вас. В шестой главе Евангелия от Иоанна Иисус проповедовал, «Пейте Мою кровь, ешьте Мою плоть!» И многие ученики ушли от Него. Он продолжал проповедовать. Кто-то из собравшихся сказал, «Господь, какие странные слова! Кто может это слушать?» И они ушли. И Иисус продолжал проповедовать. Однажды Иисус посмотрел на своих учеников и сказал, «Не хотите ли и вы отойти?» Один из них взглянул на Него и сказал, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни!» Я говорю вам, я не перестану это проповедовать, пока не найдутся смельчаки, которые присоединятся ко мне в этом приключении. Я устал ходить на похороны, зная, что этот человек не должен был умереть. Но не нашлось никакого смелого, кто позволил бы Богу действовать через его земной костюм, через его тело. Некоторые из вас не видели ни одного воскресения из мертвых. Я видел дважды. Бог использовал меня в этих случаях, а вы этого никогда не видели. Вы считаете, что это невозможно, но такое происходит. Когда мы с Кеном в 2000 году попали в аварию, мы видели ангелов. Но вы не можете в это поверить, потому что находитесь в плотской позиции, и то, во что не верят ваши чувства, не верите и вы. Если вы не можете это увидеть, почувствовать на ощупь и на вкус, то вы в это не верите. А я стараюсь помочь вам вырваться из этого ограниченного человеческого начала, чтобы вы могли жить в своем настоящем, истинном тождестве. как христиане. Вы называете себя христианами, но не верите и довольствуетесь тем, чем довольствуются и другие. Нет! Больше 20 лет назад мне говорили, у вас в церкви никогда не будет больше тысячи человек. Такого никогда не будет. Я не принял эти слова ни в какой мере. Ну, знаете, брат Доллар, число прихожан снизилось во всех церквях. Я не принимаю эти слова. С тех пор, как они сказали, что число прихожан в церквах уменьшилось, мы построили еще 20. Я не принимаю этого. Ну, брат, никогда не знаешь, что сделает Бог. Я точно знаю, что Он сделает, потому что воля Божья внутри меня, мудрость Божья действует во мне, и Бог знает, как открыть мне свои намерения. Я буду самым странным человеком из всех, кого вы видели в своей жизни. Каждый раз, когда у меня будут брать интервью, репортерам будет казаться, что у меня что-то не в порядке с головой. Мои слова будут звучать, как речь на незнакомом языке. Для людей, которые не понимают, о чем я говорю, слава Богу, я полностью принял свое тождество. То, кто я есть, и слава Богу, не собираюсь от этого отказываться. Я упомянул об этом 25 лет назад, и весь мир ополчился против меня. Я не откажусь от своего тождества. Об этом же говорили брат Хэггин и брат Кэньон.